28-25 лет. 28 лет это редко? Раз в неделю? В современном мире это нередко. Причем, если это нормой считается 50-60 лет раз в неделю, то в современном мире так, на минуточку, пик сексуальной активности мужчин в 30 лет. Вот я и ответила на твой вопрос. Это редко? Я думаю, что редко. По идее, скажем так, для нашего вида, для воспроизводства. Наверное, норма каждый день. Это редко. Да, каждый день у многих. Ну, понимаешь, люди же еще разной половой конституции. Слабая, средняя, сильная. Для сильной несколько раз в день, каждый день. Это норма. А для слабой, да, раз в неделю это максимум. Лучше раз в месяц. Наверное, она его мало кормит. Он вегетарианец. Петрушкой, луком и мясом, да? Без мяса. Надо мясо, рыбу, петрушку, специи, лук. Наверное, он вегетарианец. И красное вино хорошее. Красное вино? Хорошее. Хорошее красное вино. Понятно. Так что, далее такой лайфхакт, да? То есть, какой ужин приготовить мужу? С красным вином. Специи, травы пряные. Ну, да, можно небольшое количество алкоголя. Вот так назизюкается, и все. И на две недели. До свидания. Ну, и белки. Рыба, мясо, яйца. Все, в общем-то, давно известно. Ну, как бы там ни было, да. Ну, звучит несколько грустно так между нами, потому как это очень комфортная норма, реально, когда тебе за 50. Это и для поддержания здоровья, и физического, и психического, и для поддержания, скажем так, теплоты и близости взаимоотношений в семье. А еще вопрос. А если раз в неделю, может быть, у него кто-то есть на стороне? Может быть. Зачастую, что, ну, возможно, так, типа он... Возможно, но это, опять же, надо разбираться. Опять же, что? Все к психологу. Да. Видишь, умный психолог подсказал, и все наладилось. У меня там была знакомая ситуация, что вообще, типа, секса не было. Думали, типа, что там проблема какая-то. Оказывается, на простой стороне все было. А, кстати, давай следующее запишем. Про вот этот вот момент. Что если нет секса в семье, то вполне задумайтесь, что там, может быть, что-то есть на стороне, да? Ну, давай маленькую тайну оставим. Хорошо. На следующий ролик.